Вадим, я знаю, что вы постоянно в режиме связи с городом и знаете, что там происходит. По состоянию на сейчас, на сегодня, какая ситуация и обстановка в городе? Ситуация была с первых дней войны и остается очень сложной. Почему? Потому что оккупационные российские войска, они делали все цинично, по методичке, используя своих диверсантов, которые являются оппозиционной платформой за життя. Это депутаты городского совета, конкретно Константин Ивашенко, который предложил себя в качестве нового такого, в кавычках, конечно же, мэра. И мы теперь понимаем, почему так быстро им удалось уничтожить все, что касается жизнеобеспечения. То есть нас оставили, в принципе, за пять дней без электроэнергии, без тепла, без воды и без связи. То есть кто-то конкретно корректировал огонь. Очень важно, хочу также отсконтировать внимание, что, к сожалению, когда легла связь, мы получили удар русской пропаганды, потому что людей бросили, никто этим не занимается с точки зрения эвакуации. На самом деле в этот период времени были организованы ряд локаций для эвакуации, но цинично русская пропаганда использовала это в качестве оружия против власти. И очень важно также понимать, она собирала от нас важную информацию с точки зрения локаций, где мы собираемся проводить эвакуацию, с точки зрения мест нахождения наших автобусов, которых у нас было больше ста. И так цинично, методично, они день за днем до 10 марта уничтожили все автобусы, тем самым объявляя каждый день нам о готовности эвакуации в той переговорной группе, которая проводилась на очень высоком уровне, с участием у президента Украины и противного министра Ирины Верещук, и Павла Кириленко, как губернатора военной администрации, к сожалению, цинично расстреливали автобусы. Теперь понятно, кто корректирует огонь. Мы прятали запасы еды, мы прятали запасы медикаментов, прятали на коммунальных наших предприятиях, тем самым создавая себе базу для того, чтобы можно было обеспечить, критично важно было обеспечить работу наших медицинских центров и критично важно было обеспечить работу бомбоубежищ, которые были организованы в первые дни войны. Но циничность, понятно, русских войск, которые решили освободить Украину от украинцев, она, конечно же, не имела никаких границ. То есть, соответственно, они уничтожали все, корректировщики уже известны, корректировали огонь и по нашим запасам еды. Так они уничтожили все запасы, в том числе еды. Они стреляли по магазинам в тот момент, когда люди находились в очередях. То есть мы должны понимать, что это все имеет название, это все сегодня имеет название как военное преступление. И это называется геноцидом украинского народа. Почему я так говорю? Я не устану это повторять, потому что каждый второй в Мариуполе, он так или иначе, он этнически русский, повязан с историческими корнями с Российской Федерации. 98% людей в Мариуполе говорят на русском языке, на котором мы сейчас с вами также ведем диалог. То есть, соответственно, они пришли освобождать Мариуполь от мариупольцев, пришли освобождать Украину от украинцев. Вот была их задача. КОНЕЦ КОНЕЦ КОНЕЦ